СОУЛ КАЛИБУР Началась еще в 98 году, когда первая часть игры вышла на игровых автоматах. Позже ее сделали под консоли Dreamcast, а потом сделали еще туевую кучу частей. Но у нас не экскурс в историю, а краткий обзор. Поэтому рассматривать будем только эту конкретную игрулину. В принципе, если ты играл в файтинге, ты должен знать, как там все устроено. СОУЛ КАЛИБУР – типичнейший файтинг. Правда, радует множество доступных режимов, от обучения до выживания. Но, опять же, никаких особых новшеств тут нет. И любители жанра видели это не раз и не два. Также порадовали опции. Управление настраивается довольно гибко, можно менять тип управления или подстраивать расположение экранных кнопок под себя. Ну, что можно сказать о самой драке? Во-первых, то, что эти самые экранные кнопки довольно хреново нарисованы. Возможно, авторы пытались изобразить кнопки тех самых игровых автоматов. Возможно, хотели сделать их поярче, чтобы они не сливались с фоном. И в том, и в другом случае вовсе не обязательно было рисовать интерфейс в сраном пейнте. Ну, правда, посмотри на эти кнопки. Выглядит так, как будто кто-то рассыпал на экран детские витаминки. Процесс же избиения соперника интуитивно понятен и особо объяснять не стоит. Слева джойстик, справа три кнопки удара и кнопка блока. Что примечательно, если удар подержать какое-то время, то урона будет нанесено больше. Ну и, естественно, есть различные комбо. Плюсы и минусы. Из недостатков игры можно отметить отсутствие мультиплеера. Его вообще нет. Ни по блютузу, ни через интернет, никак. А ведь бить друзей – это важная часть любого файтинга. Ну а плюсы – сделано всё довольно качественно, да и поклонники серии должны заценить. Знакомые колоритные персонажи, хорошая анимация – всё на месте. На сегодня это всё. Если обзор понравился, подписывайся на канал. Ведь вокруг ещё полно игр. С тобой были Фёдор Мортис, Николай Подгурский и обзоры от Mop.ua. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!